Едва став встречаться, они стали неразлучны. Свела их вместе сама судьба или нечто более приземленное? Сестра Алина, Летти, позже заметила. Мне кажется, Меа всегда имела виду на Вуди. Она хотела завязать с ним роман, сниматься в его фильмах и, наконец, родить от него ребенка. Действительно ли она строила подобные планы? Кому это теперь интересно? Феррел и Алина так никогда официально им не зарегистрировали своих отношений, они даже не жили вместе. Вуди как-то заявил, что не провел ни единой ночи в квартире Мии. Они продолжали обитать на противоположных сторонах Централ Парка, часто приветствуют друг друга взмахом руки, прильнув к окулярам биноклей. Как и в случае с Синатрой, отношения Феррел и Алина были весьма необычными. Она любила открытое пространство, он сидит в своей квартире с включенным кондиционером. Мия окружила себя собаками, кошками и птицами. Вуди терпеть не мог домашних животных. Она испытывала почти патологическую потребность иметь много детей, он же, по его собственному признанию, не испытывал к ним никакого интереса. Вскоре после начала отношений с Вуди, Феррел почувствовала, что просто обязана усыновить еще одного ребенка. На этот раз это был корейский мальчик-коллега по имени Мозес. Теперь она стала матерью семерых детей и даже не думала останавливаться. Тем не менее, Мия и Алин идеально подходили друг другу, как в личной, так и в профессиональной жизни. Вуди не просто обзавелся привлекательной и умной женщиной. Он почувствовал, что талант Мии во многом недооценен. Их первый совместный фильм «Эротическая комедия в летнюю ночь» продемонстрировал публике потенциал Феррел. Марин О. Салливан разделила восхищение своей дочери в том, что ей действительно повезло, когда она встретила Алина. «Я горжусь Мией. Она превосходная актриса. Я просто счастлива, что Вуди дает ей возможность продемонстрировать свой талант». Но лишь в 1984 году, в фильме «Бродвей и Дэнни Роуз», Алин по-настоящему позволил Ферру показать, на что она способна. Роль Тины Виталия, напористой и вульгарной вдовы Мефиози, разительно отличалась от всего, что она играла до этого. Теперь всем было очевидно то, что Вуди разглядел в ней очень давно. Она была необычайно разноплановая актриса. Мия, преследуемая поначалу разного рода страхами, почувствовала себя увереннее, работая с Алином и его съемочной группой. Как выразилась она сама, «В эротической комедии я ощущала себя новобранцем. В Зелеге я почувствовала, что становлюсь членом команды. Теперь, после Дэнни Роуз, я знала, здесь я на своем месте». Один критик заметил, что Вуди Альна – лучшее, что когда-либо случалось с Мэей Ферру. Пройдет время, и она резко не согласится с этим высказыванием. Но 80-е и начало 90-х, несомненно, были плодотворным периодом для Ферру и Альна, как на экране, так и вне его. Их следующий проект «Хана и ее сестры» был историей трех сестер и их взаимоотношений с мужчинами. Сестер сыграли – Мия, Барбара Херши и Дэйн Лист, а роли молодых людей исполнили – Вуди, Макс Фонсюдов и Майкл Кейн. Мать героини Мии сыграла ее мать – Марин О'Сальван. Мы обе немного нервничали. Каково это будет сыграть на экране наши реальные взаимоотношения? Но как только началась работа, все стало на свои места. Эта романтическая комедия не только стала самым коммерчески успешным фильмом Вуди, но и принесла в 1986 году по Оскару Майклу Кейну и Дэйн Уист за лучшую мужскую и женскую роли второго плана соответственно. Когда съемки картины подходили к концу, Мия решила, что настала пора усыновить еще одного ребенка – маленькую девочку по имени Дилан. Хотя Ален был равнодушен к остальным детям Фэрроу, неожиданно для себя он стал невероятно любящим отцом для Дилан. Как говорил сам Вуди, я обнаружил, что выскакиваю из застрявших в пробках такси и бегу домой, чтобы провести с малышкой лишние пять минут. Со временем Фэрроу охарактеризует привязанность Алена к Дилан как нездоровую и навязчивую. Но по крайней мере в начале она с восторгом наблюдала произошедшую в нем перемену. Хотя их рабочие отношения оставались весьма продуктивными, на личном фронте между Фэрроу и Аленом заметилось некоторое охлаждение. Мия чувствовала, что их отношения подходят к финалу. К концу работы над сентябрем 41-летняя Фэрроу обнаружила, что беременна от Вуди. По словам Алена, это была случайность. Мы оба были удивлены. Мы этого не планировали, говорил он. Мальчик появился на свет 19 декабря 1987 года. Ему дали имя Сачел О'Салливан Фэрроу, в честь любимого бейсболиста Вуди Сачела Пейджа. За несколько лет до этого события Мию подкупила отношения Вуди к Дилан. Но несмотря на то, что Сачел был его плотью и кровью, Вуди никогда не выказывал к своему сыну той привязанности, которую питал к приемной дочери. Тем не менее, Мия отметила, «Я не могу себе представить более преданного отца, чем Вуди». Но съемки продолжались. Фильм «Другая женщина» был еще одной драмой о межличностных отношениях. Мия не осталась без роли. В 1990 году Ален решил усыновить Дилан и Мозеса. В надежде, что это спасет их разладившиеся отношения, Мия согласилась. Постепенно Вуди стал уделять все больше внимания Сунью. Вплоть до своего 16-летия она не особенно интересовалась прославленным кинематографистом, но Ален стал объяснять ей некоторые моменты своей работы и иногда брал ее с собой на бейсбольные матчи. Весной 1991 года Фэрроу на фоне неопределенных взаимоотношений с Вуди решает усыновить еще одного ребенка. На этот раз это была 10-летняя слепая девочка Тэм. Чтобы забрать ее, Мия перелетела во Вьетнам, где по удивительному стечению обстоятельств, в Ханое встретила настоящую мать Терезу. Не успела девочка прибыть в Соединенные Штаты, как Мия подготовила документы на усыновление Исаии, темнокожего сына-наркоманки. Теперь под опекой мамы Мии было 11 детей. Психологи склонны называть таких женщин скорее коллекционерами, чем матерями. Собиралась ли она когда-нибудь остановиться? В конце 1991 года Вуди и Фэрроу ожидали хорошей новости. Суд собирался одобрить усыновление Алленом, Диллом и Мозесом. В то же самое время шла подготовка к съемкам их 13-го совместного фильма. Это была очередная история о пересекающихся супружеских парах в период кризиса под названием «Мужья и жены». Кроме Вуди и Мии, в этой картине снялись режиссер Сидни Поллок и 18-летняя Джулиет Льюис, которая сыграла объект вожделения героя Аллена. Затем, 13 января 1992 года, разразился скандал. В ожидании сеанса групповой терапии, Мия решила зайти в квартиру Аллена на 5-й авеню. На каминной полке она обнаружила шесть фотографий, обнаженной Сунью. По словам Фэрроу, они лежали так, чтобы увидеть их мог кто угодно. Аллен утверждал, что спрятал их под коробкой салфеток. Как бы то ни было, с этого момента их жизни изменились навсегда. Вместо того, чтобы обвинить Мию в поспешности выводов, Вуди просто сказал, «Я люблю Сунью и женюсь на ней. Забирай ее и проваливай», — закричала потрясенная Фэрроу. Ее мужчина не просто встречается с другой женщиной. Это была ее собственная дочь, хотя и приемная. Как заметил сам, Вуди, в твоей жизни появляется кто-то вроде Корьянки Сунью, на десятилетия моложе, без какого-либо жизненного опыта, и по какой-то иррациональной причине у тебя все переворачивается в жизни. Несмотря на жгучую боль, причиненную предательством, Мия должна была продолжать сниматься в мужьях и женах. 14 февраля Ален получил от Фэрроу Валентинку с фотографией ее самой детей. Грудь Мии пронзал нож, а подпись гласила, «Использовав моего ребенка, ты пронзил мое сердце тысячи раз». Но несмотря на разговоры о невинном возрасте Сунью, в действительности она была даже на год старше, чем Мия, когда у нее начался роман с Синатрой. Кстати, о Синатре. Когда история с Сунью стала достоянием общественности, Фрэнк предложил Мии переломать Будди ноги. Фэрроу отклонила это любезное участие. И Ален и Фэрроу хотели сохранить эту неприглядную историю в тайне, по крайней мере, поначалу. Как раз когда адвокаты завершали соглашение о разводе, по которому Ален мог видеться с детьми, Фэрроу неожиданно подлила масло в огонь, обвинив Будди в домогательстве к Дилан. Очень скоро ситуация с Сунью и обвинения в совращении малолетних стали достоянием гласности. Фрэрроу почувствовала запах жареного. Если обвинения в домогательстве были обоснованы, тогда Ален был настоящим чудовищем. Он гнусный, бесчестный, аморальный тип. Я говорю это при всем уважении. Если же Мия задумала таким образом отомстить Алену за причиненную боль, в этом она преуспела. Для Води Дилан была самым дорогим существом. По настоянию Фэрроу, дело передали в клинику по оценке случаев жестокого обращения с детьми при больнице в Нью-Хейвене, одной из самых авторитетных в этой области экспертных организаций в мире. Из почти двух тысяч рассмотренных здесь дел, больше чем в половине случаев решение было не в пользу обвиняемого. Исследовав сильно отредактированную Мии пленку с записью рассказа Дилан о домогательствах, эксперты заключили, что Фэрроу либо подсказала девочке, что говорить, либо сильно на нее повлияло. В марте 1993 года клиника вынесла вердикт, что свидетельства домогательства Алена к Дилан отсутствуют. Все обвинения с Води были сняты. Тем не менее, в продолжающейся баталии за право опеки, судья о них не забыл, назвав Алена никудышным отцом, временно отказав ему во встрече с детьми. Води переживал все это довольно тяжело. Как он писал другу в феврале 1994 года, я до сих пор борюсь за воссоединение с дочерью. Сначала судья запрещал мне видеться с ней. Прошло полтора года, и теперь он говорит, что мы не должны спешить. Потому что она так долго меня не видела. В конце концов, суд вынес решение, согласно которому Ален больше не мог видеться с Дилан. Но если успех в жизни – лучшая месть, то Води, наверное, выиграл. Несмотря на то, что часть его поклонников так никогда и не простила Алену связи с Сунью, лучшие актеры и актрисы Голливуда по-прежнему считали за честь сниматься в его картинах. После разрыва с Ферроу, Води продолжал работать и сделал такие фильмы, как «Загадочное убийство на Манхэттене», с Энни Холл и бывший своей возлюбленной Дайн Киттен, «Поли над Бродвеем», который принес Дайн Уист еще одного Оскара за лучшую роль второго плана, фильм «Великая Афродита», за который Мира Сарвина также получила свою статуэтку. Картина «Все говорят, что я тебя люблю» с Голди Холл и Джулией Робертс. И в 1997-м, «Разбирая Гарри», где Води сыграл довольно несимпатичного писателя, который в буквальном смысле отправляется в ад. В декабре 1997 года, после шести лет свиданий, Ален сделал Сунью своей женой. Это был его первый официальный брак после развода с Луизой Лассе, который случился почти 30 лет назад. В 1998-м новоиспеченные мистер и миссис Ален усыновили дочь, Бишей, а в 2000-м еще одну маленькую девочку, Нэнси. Через год Води переехал из квартиры на 5-й авене, где обитал с начала 70-х, в новое жилище, достаточно просторное для Сунью и детей. Алену теперь под 70, Сунью — за 30. По всем канонам, они счастливая семья. Хотя после разрыва Ферроу и встречалась с различными мужчинами, она так и не нашла сильной привязанности, за исключением, конечно, своих детей. Расставшись с Води, она усыновила еще троих — Кадеуша, Калиши и Фрэнки Мин. Теперь число ее детей, собственных и приемных, выросло до 14. В 2000-м ее приемная дочь Тэм неожиданно умерла в возрасте 19 лет. У девочки было слабое сердце. Ферроу продолжала сниматься в кино. Среди ее работ — фильм в духе Води Алина «Рапсодия Майами» с красавчиком Антонио Бандерасом, который вышел на экраны в 1995 году. И картина 2001 года «Девочки в большом городе». Но ни в одной из этих картин ее разносторонний актерский талант не был задействован в той мере, как в тех 13 фильмах, которые она сделала с Води Алином. Хотя их отношения закончились скандальным разрывом, с болью, гневом и взаимными обвинениями, Води Алин и Мия Ферроу оставили выдающееся кинематографическое наследие, которое дает нам право считать их одной из самых блестящих голливудских пар, когда-либо появлявшихся на экране.